Существует два вида соревнований, которые используют бегуны в своей практике. Первое это итоговое соревнование бегового тренировочного процесса, своего рода кульминация всех ваших тренировок. Таких соревнований бывает совсем мало в сезон, буквально один-два старта. Но бегуны стартуют много и охотно. У профессиональных атлетов бывает до 30 стартов в сезон. И именно так же должны тренироваться и выступать и бегуны-любители. А ведь очень часто джоггеры или бегуны-любители даже не понимают, зачем нужны соревнования. Но может быть один большой старт, которому долго и упорно готовятся, обычно это, конечно, марафон. Мы говорили, что да, действительно, именно к марафону надо строить свою беговую программу. Но перед тем, как выйти на старт марафона, перед тем, как подготовиться по-настоящему к марафонской дистанции, надо пройти через большое количество тестовых соревнований. Потому что большинство стартов это именно тестовые соревнования. И сегодня мы поговорим о тестовых соревнованиях. Тестовые соревнования очень важны для определения правильности вашего тренировочного процесса. И это важно и для бегунов-любителей, и для джоггеров, которые даже не задумываются о спортивных достижениях, у которых вообще нет спортивных амбиций. Объясню почему. Дело в том, что даже такой вроде бы объективный показатель, как ЧСС, частота сокращения сердца, не является полностью объективным. Он сильно колеблется от различных факторов. От погоды, причем погода совершенно разнообразная, и от температуры, и от влажности. От стрессовой ситуации, присутствия или отсутствия на работе, или дома, от того, как вы выспались. Скорость вашего пробегания на том же самом пульсе одной и той же тренировочной дистанции не является точным и беспристрастным показателем вашего прогресса в беге. Единственный объективный критерий – это результат. И для того, чтобы результаты показать, надо участвовать в соревновании. Конечно же, можно и делать контрольные тренировки, как это часто делают, но это от безысходности. Потому что только на соревнованиях у вас есть адреналин, есть более-менее промеренная трасса, и положительные эмоции – это и разгружает вас психологически в тренировочном процессе, и помогает вам оставаться бегуном. Так что обязательно нужны тестовые соревнования. Вы должны четко вписать в тренировочный процесс и не бояться выступать на таких стартах, а стремиться, чтобы их было как можно больше. 3 июня в Москве на стадионе Свиблова пройдет тестовый бег школы бега Скиран на призы Мизуна. Для взрослых дистанция 2000 метров, для детей чуть-чуть покороче. Электронная регистрация на сайте skiran.ru Субтитры создавал DimaTorzok